Имя Уралхима хорошо известно в Москве, Перми, Кирове, а теперь эта компания представлена также в Риге и Венсполсе. Уралхим – один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений. В этом году, являясь контролирующим акционером предприятия Вентаманьякс, Уралхим планирует в Венсполсе перегрузить 500 тысяч тонн. Работа на терминале идет согласно наших планов. Я думаю, даже по концу 2014 года мы привезли больше аммиака, чем изначально планировали. Сложилась такая конъюнктура рынка, и терминал работал на загрузке выше ожидаемой, выше плановой. В Венсполсе есть свои плюсы и свои минусы, рассказывает российский предприниматель. Минус Венсполса – то, что Венсполс на 200 километров дальше по железной дороге. Серьезные, конечно же, плюсы Венсполса – то, что это не замерзающий круглогодичный порт, то есть здесь нет проблем с ледовой обстановкой, и то, что здесь развита инфраструктура, над которой Рижский порт еще продолжает работать, связанное с дноуглублением. Сегодня Венсполс своим присутствием почтил и генеральный консул Российской Федерации в Лепой. Одной из основных своих задач Вячеслав Николаев видит – содействие бизнес-сотрудничеству между Россией и Латвией. Вижу, что здесь, в Венсполсе, есть заинтересованность латвийского бизнеса в сотрудничестве с российским. Это такая прагматичная программа, давно выстроенная и сохраняющая свои тенденции, и оцениваю это позитивно. Цель сегодняшней встречи была больше социально направленной, нежели деловой. Был подписан договор, согласно которому Уралхим окажет поддержку баскетбольной школе Венсполс. Баскетбольный клуб Венсполс целенаправленно осуществляет стратегию развития, выстраивая пирамиду. Маленькие спортсмены должны прийти на смену нынешним профессионалам. В Венсполсе действует баскетбольный интернат. Приезжают тренироваться юные спортсмены со всей Латвии. В городе есть детская секция и есть команда Венсполской высшей школы. Идея поддержки баскетбола принадлежит Айвару Лембергу. Уважаемый господин Лемберг сказал, и в принципе это в целом наша позиция, что мы не очень следим и не очень много инвестируем в профессиональный спорт. Потому что профессиональный спорт все-таки это профессиональные игроки, часто это не жители города, которые приезжают для того, чтобы выступать. Да, профессиональный спорт это очень красиво, но поскольку мы не специалисты в профессиональном спорте, мы считаем, что нужно больше работать над детьми, больше давать возможность детям. Наша съемочная группа не упустила возможность узнать о спортивных пристрастиях сегодняшних гостей. Весам спортивный человек? Я никаких разрядов у меня нету, но поскольку Уралхим поддерживает целенаправленную Россию плавание, стараюсь плавать. Когда я приезжаю в Венсполс, в любое время года я еду на ваш пляж и купаюсь, даже зимой. Свет тоже из моржей, да? Ну, я не могу сказать в полном смысле из моржей, но я люблю воду. Из 250 тысяч, которые предприятие тратит на благотворительность 50 тысяч евро, пойдут на улучшение тренировочного процесса в Венсполсе, на организацию соревнований и модернизацию технической базы. Татьяна Саксаганская, Гонда Порница, Марти, Спутник, Скурзмское телевидение.